здравствуйте когда с нашей любимой вещи происходят вот такие вот штуки то есть она уже старенькая изношенная тут есть два варианта либо выбросить ее на тряпки или просто выбросить или попробовать дать ей вторую жизнь ну вот я решила дать ей вторую жизнь этой моей любимой футболочки и смотрите что я для этого буду делать сначала я в первую очередь отрезаю вот воротничок по самому тут шву вот этот вот ободочек он будем горит так стягивает наш ворот и после того как я обрежу его наша горловина станет непомерно огромной вот и поэтому после того как я обрежу мы должны будем горловину эту каким-то образом стянуть но и как мы это будем делать мы сейчас с вами вместе придумаем ну и вот смотрите что мы будем с вами делать дальше вот у меня есть такая нитка это нейлоновая нить она очень и очень крепкая она называется джинсовая нить во всяком случае этикетка на ней была такая джинсовая нить вот я взяла иголку с очень длинной с длинной такой длины чтобы мне хватило обшить всю горловину по кругу хотя можно это делать даже из двух половинок сначала вперед или зад ну а потом но попробуем давайте и смотрите как я буду это делать значит я делаю вот такой подгиб раз небольшой второй подгиб 2 и вот с обратной стороны я захожу иголкой вот тут на плечевом шве даже может быть стоит и как бы еще раз вот так подкрепиться нам и теперь мы сами смотрите что будем делать все очень просто мы берем заходим вот так с этой стороны собранного с лицевой даже и делаем вот так наворачиваем на нашу иголку вот так ткань просто просто идем иголочкой вперед сделали три четыре стежочка подтянули видите что у нас получается и таким образом мы должны пройти всю горловину с вами не забываем только если нитка выходит сюда мы заходим с обратной стороны и делаем опять навороты на нашу иголку вот так много раз не получится потому что она периодически подгибать на одинаковые такие но нашу ткань на рану одинаково подгибать вот здесь небольшой такой сделать подгибчик вниз потом еще раз и опять заходим с обратной стороны и начинаем накручивать нашу ткань на иголку но стараемся чтобы это было равномерно у нас вот так ну и таким образом мы прошиваем всю нашу горловину сейчас я сделаю и покажу что у меня получилось в итоге ну вот я почти до конца дошила как раз вот тут у меня получилось беленькое местечко я вам еще раз покажу как это делается значит мы немножко загибаем входим чтобы у нас нитка было так выходит к нам с обратной стороны заходим и просто напросто накручиваем нашу ткань на иголочку потом смотрите стараемся чтобы вот эти наши стежки ложились параллельно все время и тут же когда мы немножко прошиваем там буквально там пять сантиметров мы берем и создаем нужную нам морщинку если вы хотите чтобы вот это вот морщинки были более смотрите их можно сделать они будут очень очень вот такие вот видите как выходит еще красивее но если вы хотите сделать что было вот такие вот очень выражены эти морщинки то вам нужно просто будет сделать более глубокий вырез потому что вот такой шов он ну естественно вырез наш уменьшает если вы сделаете очень туго-туго то вы потом просто не засунете голову вот но и смотрите я сейчас продемонстрирую какая у нас получилась красота просто неимоверная футболка я ее еще поношу во всяком случае для домашнего применения она у меня еще послужит я сейчас одену ее и вам продемонстрирую как же она прекрасно выглядит вот опять я немножечко прошила тут же я сразу немножко подтягиваю ну и вот я дошла до самого конца здесь мы сейчас аккуратненько заделываем наш конец заканчиваем наше шитье но и такие у меня будут вам советы если значит смотрите лучше шить конечно по частям допустим делаете начинаете со спинки делаете спинку прошиваете и тут вот в чем вы сделаете отработаете на спинке все таки это не такое заметное место отработаете вашу строчку вашу частоту вот этих вот втыканий нашей иголки вот а потом вы другую нитку возьмете так она нитка не будет путаться и делаете период вот вперед вы тоже делаете там хотите ту же хотите но слабже вот но то есть я же еще раз если хотите более тугие вот эти выраженные более такие строчки то естественно что нужно будет углубиться вот но я закончила сейчас я вам покажу результат как оно смотрится ну вот я делала футболочку которую я сделала по моему получилось очень неплохо идеально потому вырез такой получился как я хотела посмотрите какой аккуратненький получился ободочек очень симпатичный по моему я дала неплохой второй шанс своей футболке я ее еще поношу а на этом все всего вам доброго рукодельки с удовольствием до свидания